Вечно и росла наша вера, православная Здравствуйте! Я Божия раба, которая самая грешная из всех грешников. Я очень сильно раскаиваюсь в своих грехах, которые я совершила. И сейчас я частично о них хотела бы рассказать вам. Сама я родилась в семье колдунов. У нас колдовали и бабка, и тетка, и мать, и гадали, и ворожили, и на картах, и магией всякой занимались, и всей этой нечистью, сатанизмом. В этой семье я родилась и сразу с самого детства знала, что я не как они. И мне как бы много что самой не нравилось. Но так как все этим занимались, и, соответственно, дети тоже этим начинают заниматься, когда вырастают. И вот я тоже так же погрязла в такие же грехи, как мои родственники, родители, бабки, тетки, до какого-то определенного момента. До тех пор, пока я не раскаялась и Бога не узнала. Очень много что происходило за эти годы, когда я жила в такой семье, и когда сама этим занималась, было и беснование, и много всего было. Даже помню, в нашем доме, где мы жили, где моя мать занималась колдовством, и все родственники, я такие вещи замечала, о которых они не замечали. Например, скажем, вот, помню, по нашему дому бегал чертенок, из пола выходил, и такой чертенок бегал по дому каждую ночь, черт бес. Помню, как-то даже, ну я тогда еще маленькая была, помню, еще тогда даже как-то шторку открыла, а за шторкой вокруг дома ходил огромный черт большой бес. То есть в таких домах, где живут колдуны, ворожие и всякие там вот эти нечистые люди, ну, люди бесноватые, всегда в этих домах живут черти и бесы. Но их никто не будет замечать, кроме тех, кто не колдует. И эти черти и бесы, они, конечно же, будут жить до тех пор там, пока месть люди этим будут заниматься. Потом по поводу вот этих всяких ворожбы и так далее. На самом деле это все существует, это все есть, но оно действует только на тех людей, которые безбожники, которые не причащаются, не исповедуются, не каются в грехах, не молятся Иисусу Христу. Да, вот это действует на этих людей. Вот эти все экстрасенсы, колдуны, гадалки, бабки, это все только могут иметь воздействие на грешников и на бесноватых людей. А человек, если грешник, он в любом случае будет бесноватым, потому что если он не кается в грехах, то бесы никуда не отходят от него. А бесы — это его грехи. За каждый грех прицепляется и вселяется в него бес, и с ним он живет, только он его не видит. От этого все болезни происходят, эпилепсия, астма, рак, онкология и так далее. Я даже помню, хотела такие случаи рассказать. Помню, когда еще я только молодая была, там у нас тетка занималась вот этими всякими приворотами, всякой ворожбой, к ней люди ходили, толпами машины стояли. Вот эти люди, как зомби, приходили, к ней столько денег ей давали, чтобы она там одного, второго, третьего переворожила, десятого, пятого. И вот эти все люди приезжали издалека, со всей России к ней бежали. Я не знаю, как она их там дурачила. И вот я помню, также мне понравился один мальчик, за которого я очень сильно потом раскаялась, конечно же. Мне понравился один мальчик, и я сказала своей тетке, чтобы она его приворожила ко мне. Она его так сильно приворожила, что он никого, кроме меня, знать не хотел. И вот он мозгами-то понимал, что он привороженный. Он даже сам об этом говорил. Ты меня приворожила. Но его ноги бежали за мной, куда бы я ни пошла. Мысли его только обо мне были. Он никуда не мог деться от меня. И он был приворожен на несколько лет, аж на вперед. Но этот человек был грешником. Он пьяный, как бы любил выпить. И гулянки были у него до этого, до нашей с ним знакомства. Соответственно, он не ходил ни в церковь, не прищался, не спавился. Поэтому эта порча к нему очень быстро прилепилась. А приворот – это обычная порча. И когда уже он мне надоел, я помню, бросила его. А он все эти годы все бегал и бегал за мною. Много чего было. Помню, захотела я стать самой красивой. Эта тетка мне такую красоту на меня навела, что у меня там румянцы были, аж не знаю как. Где бы я ни прошла, все мужики только на меня и смотрели. Но я в то время не понимала, что вот эта красота, которую многие женщины хотят иметь, она ведет в ад. Ну и что, что я там была самая красивая, все мужики там за мной бежали. А что толку-то? Ну, блудила я. Из-за блуда я своего могу попасть спокойно в ад. То есть мы и сами, люди, идем в ад. И как бы мы и сами во всем виноваты. Много что мы делали. И когда, помню, вот это все происходило, я понимала, что это все не то, это все не так, что что-то не так. Но мои родственники, что мать, что тетка, они этого не понимали. Ну, я помню, пошла я в церковь, и вот я как бы хоть и колдовала, и выражила, но ноги мои все равно бежали в церковь, потому что только в церкви я могла найти спокойствие от души. А так я нигде не могла найти спокойствие, да. Сколько бы там ни привораживали ко мне людей, все не то было, все не так. Это не мое, потому что это все не Божье. Дьявол может дать, приворожить, но он никогда не даст тебе быть своим человеком счастливым, потому что дьявол не даст любви и счастья. А магия, колдовство, ворожба, порчи и всякая-то нечисть — это всё от дьявола. А у него нет любви. И помню, когда я первый раз в жизни причастилась и исповедовалась, вот тогда я поняла, что Бог — это самое лучшее, что есть в этой жизни. И что я так сильно раскаялась, я так сильно жалела о том, что я столько грехов совершила, что я колдовала, что я там привораживала, да много что я делала. Я так в этом каялась, и Господь все мои мысли эти знал. Он послал мне таких ангелов, которые меня спасали от этого самого дьявола, от бесов, потому что когда я каялась, когда я вот это всё хотела от нечисти избавиться, на меня были нападки страшные. Да, я ещё и бесновалась хорошо, потому что все колдуны, все там, кто вот эти посвящения делали на кладбище, или кто там душу дьяволу продавал по договору, они все бесноватые, но они этого не замечают. Ну, например, как бесноватая была? Сейчас я, конечно, не такая уже. А раньше было такое, что, помню, познакомилась с молодым человеком, ну, переночевали мы с ним ночь, а утром я просыпаюсь, а у него вся рука в кровище разодранная, а он мне говорит, ты представляешь, что, говорит, с тобой происходило, ты ночью засыпаешься, а в тебе как будто кто-то вселяется, и ты говоришь чужим голосом и такие страшные вещи, и я тебе что-то ответил, а ты в мою руку так вцепилась, что аж кожу содрала. А я этого не замечала раньше, а потом, когда я начала замечать, я это стала даже записывать на диктофон, на видео, я в ужасе была, что происходило. Оказывается, когда человек бесноватый, или когда душу продают дьяволу, или колдует, вот он может, допустим, уснуть, или просто в умрак упасть, и в этот момент он может такие вещи говорить, делать не своим голосом. Это получается, дьявол заселяется в него, и он говорит всё, что он хочет, а человек этого даже может не помнить. Вот есть такие вот бесноватые люди, это обычно колдуны такие бывают. И я об этом раньше не знала. Я об этом только узнала, когда мне этот парень рассказал, я потом это с ним на видео засняла, я в таком ужасе была, как многие говорят, что вот, мол того, они там могут в тела входить, да, они могут, если вы им позволяете. И после этого, после этого, вот этот тот самый парень, он меня к саде потащил в церковь. И батюшка, когда вот это всё услышал, он даже испугался меня исповедовать и причащать. Они меня отправили в серги в посад. Я приехала в серги в посад, и там, помню, тоже в лавру пришла, и там столько много священников было, которые проводили эту исповедь. Ну, там много людей стояло, каждому священнику очередь, а мне без разницы было, к кому подойти. Я подошла к первому попавшему и только начинала говорить, что вот я там столько-то лет колдовала, то-то, то-то делала. Он быстренько от меня отворачивался и говорил, я не хочу тебя исповедовать, иди к другому. Я к другому иду, тот боится, этот боится. Оказывается, они боялись исповедовать и принимать исповедь о такой, как я. А я тогда ещё ни разу даже не причащалась. В итоге, я помню, всё-таки Господь дал мне батюшку Сергея в посаде, который меня исповедовал, который глаза выкатил и сказал, а как ты вообще до нас доехала? Обычно такие, как ты, на дороге уже умирают, потому что многих таких, как ты, к нам пытаются привезти, но их бесы и дьявол по дороге уже убивают. А как ты дошла? А теперь я понимаю, как я дошла. Меня Бог довёл, потому что Господь видел в моём сердце, что я хотела быть с Ним. Но так как вокруг меня не было божьих людей, были одни безбожники, были все колдуны, бабушки эти, знахарки, колдуни, ворожейки, вокруг были они. И не было ни одного человека, ни из родни, ни из друзей, кто бы мог меня отправить и за ручку взять, и в церковь отвезти. И вот в моей жизни появился такой парень молодой, который меня взял туда и отвёз в Москву, Сергей в посад. И вот, Сергей в посаде, я в первый раз в жизни, когда я прочистилась, когда я исповедовалась, ой, как я там ревела, как я там каялась, у меня в этот момент как пелена с глаз совпала. И то, перед причастием, из меня вот эти бесяры, они так выходили, я там орала. Ещё я помню, там отчитку проходила. Хотя, в принципе, отчитка, она не помогает, если вы не каетесь. Никакая отчитка вам не поможет, если вы сами не покаетесь. То есть вы можете побыть на отчитке, поорать и с бесами также уйти. Поэтому сразу говорю, отчитка не поможет, если вы сами не хотите, чтобы они с вас вышли. И когда я прошла эту исповедь, я прямо в этом Сергееве посаде помню, как на полу парла, как давай там орать на этом полу. И такое ощущение было, как будто мою душу на две части рвут, и я задыхаюсь и кричу. А этот парень, он в курсах был. Что сейчас такое может произойти. Потому что он по ночам такое со мной насмотрелся, что он знал, что если я там упаду, или что-то будет там со мной происходить, меня трогать не надо, и связывать меня тоже не надо, что я сама отойду. И я помню, когда священник там надо мной молитву читал, что там со мной было, и вот эта нечисть вся из меня выходила. Потом помню ночью, мы также в Сергееве посаде ночевали целую неделю. И вот после вот этих молитв в Сергееве посаде, мы там же ночевали, мы легли спать, и я помню, опять засыпаю, и мне потом этот парень друг друга не рассказывает. Ты, говорит, заснула, а вот этот вот демон, которого из тебя выгоняли, он ночью опять как-то пришел, и опять на тебя как бы навалился, и ты как будто провалилась так глубоко в сон, как в транс вышла, да, и не можешь даже очнуться. И я тебя бужу, а он, говорит, меня отталкивает, а я очень аж читаю, а он меня отталкивает, и я, говорит, не могу его побороть, и я кричу, бужу тебя, и никак тебя разбудить не мог. А я помню, что я утром просыпаюсь, а он сидит такой напуганный весь возле меня, молитвы читает, ревет, что с тобой происходит, ты где была, ты что творила в этой жизни, что ты такая, а я сама-то этого не помню. Но я тогда только одно поняла, что если этот демон, он из меня тогда вышел, и хотел опять войти, то получается вот эта молитва, и Бог вот это все помогает. И я это стала дальше делать, я опять причащалась, исповедовалась, чего я только не делала. И вот эти бесяры, они не могут бороться с человеком, который хочет с Богом быть, потому что Господь посылает сразу же ангелов на помощь, чтобы этих нечисть отгоняли. Но при этом вы должны еще сами, при этом стараться, молитвы читать, пост держать. И я помню, что когда я приехала с Сергеем Посадом, я очень сильно поменялась, для меня мир весь изменился. Я вот эти все книжки, все это посажила, конечно же, но, конечно же, все мои родственники и многие люди вокруг меня не захотели такое принимать. Ведь в наше время любят что? Колдовство, деньги, блуд, пьянки, гулянки, клубы, наркотики, да? А если ты от этого отказываешься, все, ты как вроде бы, знаешь, сумасшедший человек, ты как вроде не нашего округа, да? Ты там низшего уровня и так далее, и тому подобное. А мы-то все такие умные, такие прям такие все умные, деловые, мы там колдуем и так далее. А это наоборот, вы бесам поклоняетесь, кто колдует, или кто там будущее там говорит. Это все бесовское учение. Вы просто поклоняетесь бесам, преисподне служите. Ну и в общем вот с этими вот демонами, бесами я боролась очень долго, много лет с ними боролась. Может быть, лет пять боролась, но это того стоило. Каждый раз, когда идешь на эту исповедь, а они тебе не дают, а ты через тюло исповедуешься, причащаешься, каждую неделю бегаешь, тебя это все злит, раздражает, но ты все равно каешься, каешься, каешься. Без твоего покаяния ничего тебе не помогут. Я ездила и по мощам святых, и Серафима Саровского, и Сергея Радонежского, но пока вы не покаетесь, ничего вам не поможет. Никакие там мощи, никакая отчитка. И все. И вот так вот я потом со временем поняла, что это все сатанизм. Я много что понимала, я много что знала. И еще я помню, что когда я уже начала, вот уже как к Богу бегать, там в церковь, я увидела такое видение, что я же сама напугалась его, как вот мой крест, у каждого человека есть свой крест. Только мы эти кресты при своих грехах, мы их закапываем и топчем. Вот допустим, грешим, грешим, не каемся, не причащаемся. Эти кресты просто в землю идут, как типа в ад, и они там такие все закопанные. Они не стоят как бы закопанные по нашим грехам. Я помню, когда я начала вот это вот каяться, причащаться, и вижу такое видение, как мой, такой огромный, железный, серый крест подымается в темноте прямо из земли и встает, и такой огромный, и с него вот эта грязь, пыль, вот эта земля вся осыпается, мои грехи, и мне так страшно стало, что такой огромный крест у меня оказывается есть. А я такая грешница, и потом я поняла смысл этого видения, что когда он поднялся, я тогда покаялась, и вот эта вся грязь, пыль отошла, и так раз были мои грехи. Вот этот крест теперь стоит у меня у Бога на небе, он огромный, он здоровый, и я должна до конца его донести, и не предать больше никогда его, я не предам, лучше пускай меня убьют, но я его не предам. Потом я еще хотела сказать вот что, что когда я уже, ну там и причащалась, и соборов не проходила, и много чудела, помню, приехала к своим родителям домой, а я туда сейчас, кстати, не ездию, в ихний дом, потому что они там как колдовали, так и колдуют, как были безбожниками, так и остались, и они, допустим, вот как вот объяснить, вот я же поменялась, и их раздражает все во мне, вообще все, все родственники меня терпеть не могут, они как бы все злятся, их даже бесят мой голос, мое присутствие, они даже слышать меня не могут, потому что из меня выходят вот эти божьи молитвы, я их читаю днем и ночью, я там по-другому все делаю, а их это даже бесит, раздражает. Я помню, как-то я взяла там втихаря, пока там родители и родственники были в другой комнате, взяла ладан, подожгла дома, ой, там что с моей матерью было, она там оббегала, орала, задыхалась, она там форточки подкрыла, она меня думала, они убьют, она там такой скандал у меня устроила, что я там потравить их хочу, то есть ладан, они терпеть не могут, она там задыхалась, она мне такое, она на меня даже кидалась драться, там такое обеснование страшное было, я помню, они на другой день ушли все на работу, а они все работали, и я сижу дома реву, ревела страшно, там сидела, а у меня иконы были, и я еще помню, до этого мать, когда орала, когда ладаном, я их там дома светила, она хотела эти все иконы выкинуть, все это сжечь хотела, и я помню, сижу перед иконой Николая Чудотворца, и реву, что как так, не могу я жить с этими родственниками, даже в гости не могу приехать, и слышу икону, а жила Николая Чудотворца, он и говорит, на тебя началось гонение, ну то, что вот я вот пошла за Богом, и на меня опостыли, вот эти встали, как враги все мои родственники, все-все, потому что они все колдуют, все хотят денег, они все хотят красиво жить, хотят там на футбол ходить, в бассейнах купаться, на машинах ездить, в кафешках есть, да, и всех там привораживать, порчи делать и так далее, это типа круто и модно, на самом деле это слуги сатаны, а конечно такая, как я, которая ничего не надо, которая хочет с Богом жить, я их, конечно, раздражаю и бесить начинаю, поэтому я вам хочу рассказать, как это действует, колдовство, что такое бесы и так далее, на самом деле это действует только на людей, которые безбожники, которые не причащаются и не исповедуются, и еще самое главное, когда люди живут, муж с женой, на них легко навести порчу, в том случае, если они не венчанные, если семья венчанная, вот они повенчаются, исповедуются, причащаться, никто не сможет никакую порчу на них навести, если они сами этого не захотят, а те семьи, которые просто в ЗАГСе расписались, да они в обычном блуде живут, на них, ой, за две секунды можно эту порчу навести, и разлад, и чтобы он ее лупил, и чтобы изменял, и так далее, и тому подобное, просто бесов им закинуть в дом, и они будут делать все, что хотят с ними, поэтому венчанные браки, они самые крепкие, а если вдруг эти браки расходятся, то они расходятся только по вене своих, самих людей, ну, допустим, скажем, жена, вот, например, верующая, а муж все равно там, где-то там, на стороне, скажем, взял и изменил, все, он уже безбожник, соответственно, он уже сам не сможет в этой семье жить, он сам будет грешить ходить, или наоборот, они повенчались, муж вроде хороший, а ей денег все мало и мало, мало и мало, и давай он там ходить, спать со всеми богатыми, конечно же, эта семья расстанется, и потом не надо говорить, что это порча была, что-то еще нет, вы сами виноваты во всех своих бедах, просищаетесь, исповедуетесь, и главное, венчайтесь, без венчания спать ни с кем нельзя, если вы спите без венчания, то знайте, никакой любви у вас в будущем не будет, ничего хорошего у вас не будет, это обычный блуд, скажем так, нагулялись, грязь собрали, какая потом любовь, никакой любви у вас не будет, и счастья не будет, потому что вы совершили грехи, как многие говорят, мы сейчас поживем, а потом поженимся, вот пока вы сейчас живете без венчания, Вот в этот момент можно на вас наслать и проклятие, и порчи, и потом вы уже точно не повенчаетесь. Хоть даже вы там и распишетесь, но толку с этого не будет, потому что если на вас там порчи нашлют, проклятие, вы уже будете как собаки грызться, вы уже будете с бесами жить. Вам потом, я не знаю, вам надо потом только в церковь ходить, причащаться, исповедоваться. Поэтому в блуде жить ни одного дня не надо. А если муж или жена не хотят венчаться, значит, вы им просто тупо не нужны. А не просто мыслями, где-то там далеко с другими, допустим, там находятся, женщинами или мужчинами. Но никак не с вами. Потому что венчание — это надо всю жизнь быть вместе с мужем или с женой, не разводиться, терпеть, крепиться, мириться и на Божий суд вместе. А если не хотите венчаться, ну что-то да, значит, вы будете руку изменять по-любому. Еще Господь показал мне, что будет, если я не раскаюсь в своих грехах, в какое место в аду я попаду и что там будет происходить. Он меня опустил в такое место в аду, что это такой страшный ад, что словами его не сказать. Это под землей находится, там все горит, там все кричат, там стон, плачь, там такой ужас творится, там бесы, дьявол, там все грязное, там все темно, там тема страшная. И я видела то место в аду, куда я пойду, если я в своих грехах не покаюсь. В этом сатанизме, вот в этой магии, колдовство. Ну там такое место, что когда я очнулась оттуда, я просто, я в таком ужасе была, что его словами не пересказать. Это все, кто колдует, все, кто занимаются экстрасенсами, колдунами, ворожеи, гадалки, знахари, бабки, вот эти всякие там заговорщики, все пойдут в этот ад, в саму преисподнюю, в такое страшное место, что, вот даже словами не описать, там крик ужас, там даже нельзя секунды находиться. И еще показал мне, если я покаюсь, и показал мне рай, куда я могу попасть, если я покаюсь. Рай, конечно, это рай, его по-другому не назвать. Там красиво, тепло, хорошо, радостно, прекрасно, но как бы о нем я не хочу много рассказывать, потому что в нашей жизни лучше больше рассказывать о аде, чтобы туда человек не захотел попасть. Хотя я в этом, конечно, сомневаюсь, что человек прислушается к моим словам, но все же ад и рай существуют. И поэтому Господь показывает, куда вы пойдете, либо в ад, либо в рай. Но вот у меня был выбор, куда мне пойти, либо покаяться и пойти в рай, либо остаться дальше в этой же жизни и то же самое делать и пойти в ад. Но при этом я еще должна была умереть от смерти, от страшной смерти. Но Господь милостивый услышал мои молитвы и мысли, и раскаяния, и в ад меня не отправил. Поэтому я говорю, покайтесься, иначе вы пойдете в ад. А Господь примет ваше любое покаяние и поможет вам, даже поможет раскаяться, как надо. Только главное, захотите. Он не хочет, чтобы вы в ад шли. Он хочет, чтобы вы в рай шли. А то, получается, он человека создает, чтобы человек для него работал, ему служил, и чтобы потом попасть ему в рай. А человек начинает сразу грешить и дьяволу поклоняться. И сразу же идет в ад. Получается, в аду там столько людей сидит, столько много, что там даже одного квадратного метра нет. На одном метре квадратом там, по-моему, миллион людей уже находятся друг на друге. Поэтому покайтесь в грехах, потому что ад уже переполненный. Куда еще? Сейчас я хотела поговорить по поводу колдовства, магии, экстрасенсов, кодировки и всей этой сатанинской системы, в которую входят люди, считая себя, что они самые умные, самые сильные, самые такие властные, и которые сильно очень хотят доказать, что они имеют дар от Бога. Во-первых, колдовство, магия, ворожба, экстрасенсы, сатанисты, жертвоприношения детей, кошек, животных. Это все одно и то же называется сатанизм, и напрямую служат они аду. От Бога есть только молитвы церковные, псалмы, молитвословы, причастие и исповедь соборования, венчание. А вот все остальное – это магия, колдовство, сонники, экстрасенсы, кодировка, всякие там гипнозы. Это все от антихриста, от сатаны, это все бесовское учение. И оно на земле всегда было, всегда. Сколько людей живут, столько это учение лукавое, оно было на земле. Теперь давайте разберем по порядку. Вот эти вот все порчи, колдовство, всякие там сглазы и всякая-то нечисть. Во-первых, если человек, который не причащается, не кается, не исповедуется, он грешит, аборты делает, убивает, ворует, блудит, спит там без венчания с другими женщинами или с мужчинами. То есть человек полностью погряз в грехах. И за каждый грех, грех это равняется одному демону-бесу. Вот то есть человек совершает грехи свои, и в него заселяются бесы. Без блуда, без пьянства, без распутства, без там еще каких-нибудь грехов. Ну, которые действуют грехи, это все бесы. И в итоге эти бесы накапливаются в человеке. И человек потом начинает болеть, гнить заживо, плохо ему живется. И начинает говорить, вот якобы на него порчу навели, там не плохие люди. Во-первых, человек, который грешник, он и так весь в бесах. И на него даже порчу не надо наводить. Он и так будет болеть за свои грехи до тех пор, пока он эти грехи не отмолит. Пока от него эти бесы не отойдут. А во-вторых, порча делается такими же людьми, как и он сам. В человек, который начинает заниматься колдовством, магией, ворожбой и всякой этим сатанизмом, он проходит так называемое посвящение, там на кладбище, где-то там еще всякие там заклинания, говорит всякие там вот эти заговоры, приносят там жертву сатане, там что-то еще. И начинает в нем, в этом человеке расти гордость. Он начинает себя чувствовать таким самым лучшим, самым умным, что он там единственный такой на земле. А то, что до него такие, как он, уже миллионы, миллиарды были и все в от ушли, он об этом даже и знать не хочет. Он начинает там гадать, ворожить. В этого человека просто входит легион бесов. И чтобы завлечь вот в это лукавое, обманное колдовство систему, бесы первое время на самом деле начинают там какие-то фокусы показывать даже ему, что якобы да, он там прошлое может видеть, угадать, где что было. Во-первых, бесы, они бессмертные, они живут на земле много тысяч лет, очень много, даже миллионы лет живут на земле. А люди рождаются и умирают. И когда человек хочет быть колдуном, экстрасенсом, магом или еще кем-то из этого рода, то эти бесы заселяются в этого человека. И человек начинает думать так, как ему подсказывают бесы. Вот, допустим, бес, скажем, прожил больше миллиона лет и заселился в этого человека. Этот человек начинает видеть именно те события, которые были до него в этой жизни, которые видел тот самый бес, в который в него заселился. И начинает говорить, вот там, например, лет 200-300 назад там было то-то, то-то, то-то. И люди удивляются, откуда же он такое знает. А это на самом деле же было. Да это просто бес, бесы, которые в него заселились, они просто это до этого видели. И поэтому они по памяти ему просто передают. И точно так же те же самые порчи делаются. Вот этот колдун весь в бесах сидит. Вот он начинает, например, кому-то порчу наводить. Конечно же, он наводит порчу такому же человеку, как он сам, бесноватому грешнику. А у этого грешника столько грехов, что в нем столько бесов. И ему не составляет большого труда колдуну навести на него порчу. Он просто, пользуясь своими бесами, дает установку другим бесам посильнее мучить того человека. И его просто начинают еще сильнее мучить, чем он уже мучился. А если бы человек этот каялся в грехах, прочищался, исповедовался, соборовался, перестал бы грешить, жизнь свою поменял, да никакая порча бы его близко даже не взяла бы. Никакие бесы не имели бы на него даже воздействия. Это то же самое, что тот же самый гипноз. Гипноз действует только на тех людей, которые грешники, которые в себе имеют бесов, такие же. И человек, который посильнее их, тот же самый колдун, тот же самый гипнотизер, он также, пользуясь своими бесовской силою, вернее, это бесы сами делают, а не он, и также могут дать установку другому человеку заснуть, войти там в транс, там может шизофрению вызвать ему, астму, инсульты, давление, пользуясь тем, что он грешник. И в нем в самом сидят эти бесы. И поэтому он через своих бесов дает установку этим бесам. И они его просто сильнее еще мучают. А человек начинает бороться, там в церковь ходить, исповедоваться, каяться в грехах, там перестает там в блуде жить и так далее. Эти бесы, они не могут такого человека мучить, который молится, прочищается, кается, посты держит. И они постепенно с годами от него отходят. И поэтому, когда люди по своим грехам начинают болеть, гнить заживо, там рак, астма, онкология, шизофрения, инсульты, ДЦП, эпилепсия, это все бесовские болезни. Когда человек болеет этими болезнями, то знайте, это в вас сидят бесы. Бесы сидят в вас за ваши грехи, либо за грехи вашего рода. И человек начинает думать не о том, что он грешник, или о том, что там его род грешный, он начинает думать, ой, порчу навели, порчу. Да никто не может навести порчу до тех пор, пока вы сами этого не позволите. А вот эти экстрасенсы, маги, колдуны, да, они наводят порчу, но они только имеют воздействие на грешников, на тех, которые уже бесноватые. Чего там наводить на человека порчу, если он уже из-за своих грехов сам загинается? Ну, там послали по воздуху проклятие. Ну, и бес просто начал сильнее в нем развивать эту болезнь. Вот и все. И та же самая кодировка. Человек в нем сидит без пьянства, без блуда, и начинает его мучить. Этот бес заселяется в него за грехи его, или за грехи родителей, то, что там аборты делали, убивали, колдовали, так же, может быть, блудили, спали без венчания. И этот бес мучает его, и человек не хочет с ним бороться. Он просто ищет легкий путь. Он ищет легкий путь, начинает искать кодировку, бегать. А кодировка – это временное заключение с дьяволом договора на время, что этот бес, который сидит в этом человеке, он просто временно, его не будет мучить и заставлять его жажду к пьянству наводить, а просто этот кодировщик его на другое место пересядет, на какой-нибудь орган его посадит, который, допустим, в этот момент этот человек перестает временно пить, но этот бес, который в нем был, он никуда не делся. Его просто пересадили куда-то на другое место в его же теле. Этот бес будет, например, грызть ту же самую почку или какой-нибудь орган, и в итоге разовьет ему рак, и он умрет. И потом люди скажут, ой, за что его Господь так наказал? Такой хороший человек был, и пить бросил, и закодировался, и на работу пошел, и семья у него хорошая. За что ему рак такой? Как за что? За то, что он не захотел с бесами бороться, за то, что он не захотел грехи отмаливать, а решил, пошел, и дьяволу душу свою отдал, и закодировался на время. А без того грехи-то никуда не делись, они как были, так и будут. И так же он в ад и ушел. И точно так же все остальное. Вот, например, случай один был. Одна соседка моя тоже, у нее ребенок родился, бесноватый. А бесноватые дети, это те, кто болеют эпилепсией, шизофренией, аутизм, дауны, ДСП, это все беснование. В них сидят бесы. И даже вот в Евангелии, почитайте, там написано, «И привели к Иисусу Христу бесноватых и расслабленных, и пошла там пена, и судороги, и начали их там бесы мучить». Это все беснование за наши грехи, за грехи дедушек, бабушек, за мам, за пап, за свои. И помню у этой женщины, у моей соседки, когда ребенок родился бесноватый, с эпилепсией, она была безбожницей, побежала бегом по бабкам лечить его от эпилепсии, заговорами всякими. И в итоге, что эти бабки сделали? Они такой же силой бесовской владеют, потому что так же в них бесы сидят. Они якобы там что-то наколдовали, назаговаривали, и у ребенка якобы прошла эпилепсия. Но на самом деле эти бабушка, эта бабка или бабушка, этими заговорами просто беса пересадила на другое место. И как бы ребенок-то перестал, допустим, в судорогах изводиться. Но когда этот ребенок вырос, этот бес начал себя проявлять с более большей силой, чем раньше. Этот ребенок вырос, мальчик, и он стал пить, пил безбожно. Он пил, запивался, воровал, что он только не делал. И в семье у него ничего не ладилось, и ничего хорошего у него не было. И так этот бес его все-таки до ада и довел. Поэтому все эти болезни, которые якобы лечат экстрасенсы, бабушки, колдуны и маги, заговорщики, и вот эти знахари, запомните, они вас не вылечивают. Они просто к вам дополнительно еще прилепляют дополнительных бесов и садят их просто на другой орган, на другое место. Вот они прочитали одно-два заклинания над вами, и за счет этого заклинания и заговора к вам еще сто бесов прилепилось. У нас на земле столько бесов и столько демонов повылезали с ада, что они через любой заговор, тот же самый от сглаза, от порчи, они только по одному заговору к вам так налипнут, по десять, по сто бесов будет. Или, например, такое тоже есть. Вот родился ребенок, у него там на пупке грыжа появилась. Нужно срочно к бабушке его свозить или заговорить заговором. Эта грыжа – это обычный бес за грехи вот этих самых родителей, которые родили ребенка. Родителям просто нужно покаяться в грехах, причаститься, исповедаться, и эта грыжа сама сойдет. Грех проститься, и грыжа сойдет. А они что делают? Они бегут к бабушке заговаривать. В итоге бабушка своим заговором этого беса с грыжи снимает и садит его куда-нибудь в другое место. Но этот бес никуда не денется от этого ребенка. Он в нем будет еще больше расти и еще больше к себе притягивать. И потом у ребенка начинается астма, ДЦП, эпилепсия или какая-то другая болезнь. Или та же самая, ну скажем, да любая болезнь может прилепиться. Любую болезнь он может вызвать, потому что у них бесы для того и из ада вышли, чтобы вас, людей, мучить и в заблуждение водить. Чтобы избавиться от этих бесов, нужно именно к Богу обращаться, именно ему каяться, молиться и причащаться, именно его взять на помощь, а не водить по дедушкам, бабушкам. Все дети, которые лечились у дедушек, у бабушек, у экстрасенсов, колдунов и магов, они все вырастут с болей, несчастной судьбой, со слабым здоровьем. Они будут болеть, они будут пьяницами, алкашами, они будут в тюрьмах сидеть. Все больницы, психбольницы, ПНД, шизофрения, это все больницы переполненные шизофрениками, эпилепсиками. На самом деле это люди здоровые, но они бесноватые. Они бесноватые за ваши грехи, за то, что их когда-то там водили к дедушке, к бабушке, к экстрасенсам. Человек, который хоть раз у них полечится, один-два заговора, оно прилепляет, столько бесов зазывают. То есть вот эти все колдуны, они считают, якобы у них дар от Бога. Это дар от преисподней, от ада. И поэтому люди этого не понимают. Они думают, сейчас вот я в церковь сегодня схожу, причащусь, исповедуюсь, а через два дня пойду там ребенка свое к бабушке отведу, что-то там какие-то проблемы у него. За то, что она к бабушке и ведет, к дедушке, за это к ее ребенку прицепятся еще сто бесов. Люди, получается, они не могут выбрать, надо кого-то одного выбрать, либо Бога, либо дьявола. Но лучше надо выбирать только Бога. А люди выбирают дьявола. Они считают, что якобы с ним легче жить. Но запомните, дьявол вам никогда не даст ни любви, ни счастья, ни здоровья. У дьявола просто этого нету. Он живет в аду. Но оттуда вылезать периодически. В аду муки, ад, грязь, гниль, тьма. Там нету ни света, там только одни муки и ужас. И бесы, и дьявол живут там. И они вылазят для того, чтобы мучить грешников и туда их утаскивать. А люди не хотят с ними бороться. Люди ищут легких путей. Многие еще, многие люди, очень много на земле людей, которые продали душу дьяволу по договору, подписанной кровью, там еще чем-то. И эти люди потом прекрасно понимают, что их дьявол обманул. Допустим, там кто-то захотел много денег, например, за эту душу продал. Кто-то там захотел какой-то любви. Но он эту любви не получил, потому что дьявол эту любви не даст. У него нет любви у самого. Он сам никого не любит, и вам ничего не даст. И эти люди многие попродавали души. И они все уходят в ад. Но я говорю, выход есть. Кто хочет вернуть свою душу и покаяться в этом, вы это можете взять в любой момент, но желательно быстрее. Во-первых, не верьте тому, когда вам будут говорить, ой, вы там душу продали, вы там колдовали, все вам ад светит. Запомните, есть такой святой на небе, Киприан. Киприан и Иустина. Киприан раньше был сильным колдуном. И также душу дьявол продавал. И что он только не делал. Но он вовремя успел обратиться к Богу. Он начал каяться, прочищаться. Он начал бороться с бесами, с дьяволом. Даже на него нападки были страшные. Но он их победил. И потом он за Господа все-таки умер. Смерть мучительную принял. И Господь ему все простил. И даже дал Царство Небесное ему и дары свои святые. И поэтому любой человек, который захочет свою душу вернуть. Вот колдуны, когда там, скажем, продают свою душу дьяволу взамен за то, чтобы якобы там быть сильным, колдовать, выражить. А на самом деле это просто бесы заселяются в него. И внушают ему, что он сильный такой, гордый, умный и так далее. Еще есть такие же люди, которые душу свою по договору продают. Сразу говорю, если кто хочет свою душу вернуть, прям с сегодняшнего дня начинайте в этом каяться. Перестаньте колдовать, ворожить, выкинете из дома все свои вот эти сонники, экстрасенсы, вот эти книжки, всякие там вот эти знахарские молитвы, заклинания, всякие там астрологию, сонники. Это все прям вот эти даже еще всякие амулеты сатанинские. Запомните, у Бога нет никаких амулетов и оберегов. У них единственный амулет и оберег – это крест святой. Вот только его вы можете дома держать. Свет, святой крест. Все остальные обереги, амулеки, всякие там дерьмо, вот это вот, красные нитки, все это выкидывайте, прямо сжигайте. И начинайте, бегите в церковь, кайтесь, причащайтесь, молитесь о Богу, читайте псалмы днем и ночью, Евангелии. А самое главное, если вы хотите быстрее замолить свой грех, вот этот сатанизм, что вы душу продавали, идите и делайте то, что неприятно будет дьяволу. Начинайте, берите правила с химонахини Антонии, и начинайте вымаливать младенцев и детей, убиенных ритуально на органы из ада. Читайте это правило по три, по четыре раза в сутки. Вымаливайте, делайте Богу угодное, но дьяволу не угодное. Начинайте из ада вымаливать детей, мертвых, и поднимать их к Богу в рай. Чем больше вы вымалите, тем быстрее вам Господь просит все ваши грехи. Я знаю это, сто процентов это все действует. Есть одна женщина, она уже взрослая, она родилась в семье колдунов. И там тоже колдовали, ворожили, аборты делали, детей убивали, что только там не делали. И там и бабка, и мать, и все такие были. И соответственно, она выросла, и то же самое она делала. Также и душу дьяволу продала по договору, и также он ее мучил, у нее там и в семье не клеилось, ничего у нее не было, ни любви, ни здоровья, ни счастья, ничего там у нее не было. И в итоге она родила ребенка, хотя до этого там у нее уже аборты были, убийства, и она также в блуд впадала. То есть дьявол снял дел, все что хотел. Вообще называли, священники таких называют невеста дьявола. То есть ходит, блудит, да, и по сути в семье ничего не получается. Также есть и мужчины такие же. И вот она родила ребенка с ДЦП и с эпилепсией. Эпилепсия это объяснование, ДЦП это тоже объяснование, это как бы ребенок заложен дьяволу, и дьявол его держит, поэтому ребенок не ходит, не говорит, не ползает. И там еще была такая эпилепсия у нее, синдром Драви. А синдром Драви, это страшная очень эпилепсия, это судороги. Несколько часов идут, по два-три часа судороги идут, и ребенок может просто в них умереть. И это называется по-нашему легион бесов. Вот легион бесов в этого ребенка засел за грехи, за колдовство, и юные бабки, матери. И только чем можно их выгнать? Исповедью, причастию, раскаянием. Эта женщина, ей вот исполнилось 31 год, она впервые раз в жизни причастилась, исповедовалась, и ей так понравилось с Богом жить, она его так полюбила. Она, прям, как она говорила, что Господь меня, прям в этой церкви, только я исповедовалась, только я покаялась в том, что я колдовала, жертвоприношения делала. И прям огромные, огромные руки Божьи, как обняли меня, как заплакала она, что Господь, оказывается, ее так любит, Он так ее ждал, а она же и душу продала. И ребенок ее в залоге у дьявола сидит, там часть детей убитых в абортах, в аду сидят. И этот ребенок, больной, не ДСП, синдром Драви, на Сибазоне, да на Диазипаме живет, ну на этих наркотиках, которые снимают судороги, потому что там ничего не помогали уже. И она как начала Богу молиться, как начала каяться, она сожгла все свои книги сатанинские, магию, колдовство, экстрасенсов, все вот эти заговоры, амулеты, все она сожгла. И когда она это все жгла, на улице было мороз, зима, а там книг у нее было, несколько сумок, всяких там амулетов, всяких там кукол, воду, всякая чуша эта сатанинская. И сзади нее стоял сам дьявол, и он стоял, и по снегу такие следы были, он не хотел, чтобы она это все жгла. Но она читала Иисусову молитву, отче наш, она все делала, и он не смог ее у этого костра, ее там убить. Хотя он много раз пытался ее убить, и подталкивался ее, чтобы она повесилась, еще чего-нибудь, но Бог не давал. Потому что человек, который хочет покаяться, Господь тут же посылает много ангелов, и они это все нечуть отгоняют, чтобы она молилась и каялась. И потом она в церковь бегала, каждую неделю прочищалась, каялась, ребенка своего в церковь возила, каялась, и ездила по святым местам, начала все свои деньги тратить, все продавать, начала ребенка своего и сама возить по Дивееву, по Сергею в посаду, по всем местам возить, она все вот эти места так слезами облила. И потом ей подсказали, читай правила схемонахини Антонии за умерших младенцев и за вот этих детей, которые убиты ритуально. Если ты будешь у дьявола из ада таскать этих детей и к Богу подымать, ты очень быстро свои грехи замолишь, и свои аборты, убийства замолишь, и сатанизм свой замолишь. И как она начала это правило читать, она читала его днем и ночью, она читала его три-четыре раза в сутки, бывало и пять раз в сутки читал. И Господь ей периодически показывал, что вот отмоли, отмоли, допустим, там 100, 200, 300 детей, 500 детей, я тебе все дам, только отмоли. И там такие нападки на нее шли, и бесы приходили, и мучили ее, и убить пытались, и что только не делали, и ребенок ее в этот момент корчится, и что только там не было. Но она читала без остановки, она верила, хоть она и ревела, бывало такое, что и в панику впадало, что почему год, два, три читаю, да, как бы вроде ничего не происходит. А Господь ей показывал, вот замоли свой грех, вымоли свои аборты, замоли сатанизм, у тебя два греха, убийство и сатанизм. И показывал, как ее ребенок скоро избавится от ДЦП, от эпилепсии, от всего, в одну секунду все это просто исчезнет, и избавится от всего. И она до такой степени домолилась этим правилом, что на самом деле она отмолила все свои убийства, сатанизм, она все отмолила. Ее ребенок пошел на поправку, ее ребенок встал и начал ходить. Эпилепсия исчезла, все исчезло. Она здоровый ребенок, как будто ничего и не было. И сейчас эта женщина, она уже вымолила очень много детей, очень, может быть там уже, ну числа там уже на тысячу уже пошло. Но она молится днем и ночью, днем и ночью. И она сказала, что я, говорит, вот все сделаю, лишь бы только грех перед Богом замолить. Но Господь ее простил, потому что женщины, у которых рождаются дети с ДЦП, с эпилепсией, они их мучают, по больницам возят, они их этими сибазонами, риналиумом, вот этим всем диазепамом колят. В итоге дети эти до первого класса не доживают, умирают от этих наркотиков, от судорог всяких разных. А она до такой степени домолилась, что Господь от всего ее избавил. Ее дети здоровые. Она потом еще даже замуж вышла. И еще одного ребенка родила. И вышла она замуж за очень хорошего и верующего человека. Она даже до сих пор поверить не может, что ее такой человек, она себя считает такой грязью, такой гнилью, что она поверить не может, что ее кто-то вообще замуж взял. Верующий человек ее взял замуж. И она еще такого, еще одного здорового ребенка, мальчика родила. И она молится этому правилу днем и ночью. И вот я говорю всем, кто продавал свою душу дьяволу, кто служил сатане, кто колдовал и кто хочет избавиться от этого всего сатанизма, я говорю, Господь вас ждет, Он примет ваше покаяние, Он вам даже даст помощь, только покайтесь в этом, бросьте это все. Да, трудно каяться будет, трудно замаливать, потому что грешить легче было, но выход есть. Молитесь, Бог вам, но самое главное, возьмите правило с химонахиней Антонией, начинайте у дьявола в аду таскать детей, вот этих мертвых, поднимать их к Богу, и вы этим самым Господа Бога задобрите, и Он вам столько грехов простит. Вот я говорю, это правило, это билет в рай, как бы вы там душу свою не продавали, крови не подписывали, приношения там какие-то не делали, если вы будете каяться, причащаться и этим правилом отмаливать младенцев и детей, вы Бога задобрите, Он вам все простит. Но сразу говорю, многие священники не одобряют это правило, потому что это правило Господь дал обычным людям, и поэтому никакого не нужно брать там о благословлении у священника. Многие священники от зависти, от своей злобы не хотят, чтобы люди читали это правило, но я вам говорю, их не слушайте, просто приходите к священнику и говорите о своих грехах. А то, что вы это правило читаете, можете им об этом даже не говорить, читайте его дома, вычитывайте, ходите к Богу в рай, кайтесь, причащайтесь и читайте это правило, и вы к нему попадете в рай. Вот, всем, кто продавал душу дьяволу, что колдовал, там кто, какие-то там посвящения на кладбище, там кто-то что делал, этим правилам и причастием, и как бы исповедью, и раскаяниями грехов, вы этим всем отмолите. Но не верьте, то, что вам говорят экстрасенсы, колдуны и знахари, это все неправда, они вас всех обманывают, ничего они не могут, они такие же бесноватые, и имеют власть над такими же бесноватыми, как и вы все, только кто-то посильнее, кто-то послабее. Вот, например, даже взять те же самые случаи, скажем, например, вот жена с мужем жили, и муж там загулял, и жена побежала по бабкам, привораживать его, верните моего мужа обратно домой, она такая, сейчас, сейчас я верну, давайте мне там такую-то сумму, я сейчас вам все верну. В итоге эта жена бегает, послание деньги свои отдает, а бабка начинает там колдовать. Ну, во-первых, этот муж, он уже бесноватый, в нем уже и без блуда сидит, конечно же, он будет как бы подвергнут к любой порче и к любым там воздействиям, и он просто, когда наводят на него приворот, приворот это та же самая порча, просто к человеку этим приворотом подсаживают и прилепляют дополнительно двух-трех бесов, которые начинают просто его мучить. И человек начинает, например, скажем, вот он гуляет, там жене своей изменяет, до тех пор ему с этой любовницей хорошо, пока у них не началось совместное проживание, бытовуха и так далее, все, что начинается. Потом муж нагуляется и сам сидит и думает, что с женой-то, оказывается, ему лучше жилось-то. Она там и стирала, и обстирывала его, и кормила, и там еще все прощала, а любовница якобы тут что-то начала выступать, и в итоге он просто возвращается домой. Но при этом, так как на него уже наводили порчу, привораживали, всякие там воздействия совершали, у этого мужчины начинаются другие заболевания со стороны здоровья. Ну, например, начинает, скажем, то же самое импотенция, импотентом он там стал, или, например, там какой-то орган начал гнить, потому что бесов-то к нему прилепили, а бесы для чего нужны, чтобы людей мучить. И бесы начинают там вызывать дополнительные какие-то болезни хронические, или, например, скажем, к пьянству его подталкивают, жажду вызывают, или там шизофрению, либо удушья, астму, давление. И понеслось весь букет болезней, и в итоге человек умирает, и начинает, ой, а кто виноват? А кто виноват? Вы же сами порчу навели на него. А если бы этот мужчина, скажем, прощищался, исповедовался, и как каялся бы, то эти бесы бы просто отошли бы. И та же самая жена, если бы она не пошла бы к этой бабке, а пошла бы в церковь, или просто, ну, не хочет в церковь идти, ну, пусть не ходит. Вот, бери книги, молитвы Божьи, псалмы, начинай в грехах дома каяться, плакать, Богу молиться, и в Англии читать, детей вымаливать из ада. И Господь такую тебе помощь даст, а лучше, конечно, с мужем обвенчаться. Все, кто живут в невенчанных браках, это считается блудом. И такой брак, он всегда будет несчастливый. К этому люди, которые живут просто, сошлись там, в ЗАГСе расписались, и все, это обычный блуд. Вы просто тупо гуляете с этим мужиком, он даже вашим мужем не считается, он только по документам ваш муж. Запомните, в Библии нет слова ЗАГС, есть только слово ВЕНЧАНИЕ. И это венчание происходит у Бога на небе, а вы это все венчание топчете ногами, не хотите венчаться, у вас по два, по три брака за спиной, и поэтому это все называется блудом. И за это в вашу семью входят бесы, вы хоть 10 раз замуж выйдете, ни с одним мужчиной, ни с одной женщиной вы не уживетеся, потому что это браки блуда, и в вашей семье будут бесы жить. У вас будет и ругань, и скандалы, и болезни, и бесплодие, и всякие там другие несчастные случаи, да много чего будет происходить. Вам нужно просто обвенчаться, а если обвенчаться, то получается вам нужно прочищаться, исповедоваться, грехах каяться, а это не каждый хочет. Поэтому я говорю, все еще идет от этого, и также поэтому дети больные рождаются. Так, потом еще дальше тоже вот, сейчас я в случае вам вспомню. А, еще вот, есть такая книжка, называется «Страшный Божий суд». Ее написали по видению Григория, ученика Святого Василия. И эта книжка, она на самом деле настоящее видение у него, как Бог показывал, что будет с теми людьми на Божьем суде, когда Господь прервет и будет суд. Всем тем, кто умер, кто еще жив, за все наши грехи мы все рассчитываться будем на этом суде. Кто куда попалет, кто в ад, кто в рай. И там в начале этой книжки такая есть строчка перед судом. И слышит Григорий, как по небу гонят людей, и люди эти кричат, страстно такое рыдание, плачет. Их гонят ангелы, огненные всадники, в пропасть преисподнюю. И голос такой, это те, кто престился учением антихриста. То есть те, кто колдовал на земле, занимался ворожбой, магией, и всяким вот этим вот нечистью, гаданием, и всяким там предсказанием, гипнозами. Вот представляете, даже этих людей, даже на Божий суд не допустят. Их сразу же в преисподнюю погонят. То есть на суде Божьем у вас хоть есть шанс в чем-то оправдаться. А тут у вас ни одного шанса не будет. Вас сразу же в ад, в преисподнюю, в грязь, в гниль, вот в эту, закинут, кому вы служили. Потому что вы служите сатане. А сатана, дьявол, это из преисподней, это гниль, грязь. И туда же вы сразу пойдете. То есть вас даже на суд не допустят. Блудников там, убийств еще не допустят. А вас даже туда не допустят. Вы прямо туда в ад уйдете. Поэтому, если вы сейчас на земле живущей не замолите сатанизм, свой грех, вот этот вот, вы сразу же идете в преисподнюю. Вы будете там так мучиться, что вам никто никогда уже не поможет. Поэтому пока есть время, начинайте прямо сейчас. Но я говорю вам, совет даю. Ходите Богом быстрее, грехи замолите и перед Богом. Кайтесь, прочищайтесь. И самое главное, читайте правила схемонахини Антонии. За убитых младенцев в абортах. За убитых детей, которых изрезали на органы. За убитых детей, которых убили ритуально. И мужчины, и женщины это правило могут читать без всякого благословления. Этим правилом вы замолите свои все грехи и блуда, и убийства, и то, что душу продавали, и то, что колдовали. Вы все, все, все замолите этим правилом. Чем больше вы у дьявола из ада детей души натаскаете и к Богу отправите, тем больше вы свои грехи замолите и быстрее перед Богом. И еще, тут еще я хотела поговорить по поводу вот этого вот, сейчас скажу, которые вызывают мертвых, спиритизма. Есть такие люди, которые садятся там толпами, или там один-два человека начат вызывать мертвых. Ну там о какого-то своего родственника, давно умершего, да, там, например, и там кто-то приходит как будто к ним, и там что-то говорят. Во-первых, запомните, когда человек умирает, его душа либо идет к Богу в рай на небо, либо под землю в ад за свои грехи. И никто никогда из ада или из неба не вылезет. И когда вы будете вызывать кого-то, никто из них не придет. Когда люди начинают заниматься спиритизмом и вызывают якобы своего мертвого какого-то родственника или кого-то знакомого, чтобы о чем-то спросить, приходит вместо него сам дьявол, бес и демон. Но в обличии именно того человека, в котором вы вызываете, это обман, обман зрения. Они приходят именно в обличии этого человека. И начинаете вы там как ненормальные задавать вопросы, а что то, а что как это, и верите тому. И он вас вводит в заблуждение, он вас обманывает. Никакой ваш мертвый родственник не приходил, это был обычный демон и дьявол в обличии этого человека. И за то, что вы вызывали его, вы, получается, непосредственно контакт имеете с этим дьяволом, с этой нечистью. И когда вы закончите свой спиритизм, вы не думаете, что он куда-то исчез. Он никуда не исчез. Он в этой комнате с вами дальше и останется. И с вами пойдет он домой, и будет вас потом дома еще мучить. Но больше всего я вам мочу скажу, что этот дьявол и бес, он с вами туда же и пришел, когда вы начали его вызывать. Возможно, это даже один из демонов и бесов, который сидел в вас самих за ваши грехи, за грехи вашего рода. И просто вы вызвали его, он просто вам показался, вас надурил там, как дураков, обвел вокруг пальца, и вы сидите, поверили ему. Поэтому я сразу говорю, это все обман. Никто из ада или из рая к вам не придет через ваш спиритизм и не будет вам там ничего рассказывать. Все пророки, которые были на земле, они все были от Бога. Их вы никто не приняли, вы их просто всех поубивали, и церковь их тоже, кстати, не приняла из зависти и из злости. Поэтому сразу говорю по поводу спиритизма. Это обычные бесы и демоны. Никто к вам из ада не приходил, никто из родственников вам ничего не говорил. И еще, я говорю вам еще раз, покатитесь в грехах, потому что скоро на землю придет сам Господь Бог. И когда Он придет, все, кто этим занимался, пойдут в ад, в преисподнюю. Но до этого Он всех сожгет, конечно же, огнем. Муки там будут такие страшные, что вы все проклянете в этой жизни. Запомните, это учение антихристовой, сатанинской магии, колдовство, заговоры, заклинания, оно не новое. Оно старое. У вас еще на земле не было, оно уже тогда было. А вы сейчас, каждый, кто показывает по телевизору этих экстрасенсов, каждый говорит, я единственный такой на земле. До таких как ты, миллиарды в аду сидят уже давно. До тебя таких много было. И каждый орал, что он единственный. Это когда в вас бесы заселяются через эту колдовство и магию, там на посвящениях, на всяких ритуалах, они вам внушают первое что? То, что имеет дьявол, гордость, самолюбие, самовозвышенность. И в этот момент у вас закрывается все ваше от Бога подсознание. И вы полностью руководимы этими бесами. То есть не вы ими руководите, а они вами руководят. Они, вы живете по подсказке бесов. Никаких там нету ваших сил. Вы живете по подсказке бесов. Демоны, они все давно вышли из преисподней. И это учение не новое. И пока вы живете на земле, успейте покаяться в грехах. Отмаливайте детей. Отмаливайте все свои грехи. Потому что завтра, может быть, уже поздно. Завтра вы уже можете не успеть. А дьявол, когда он почувствует, что вы хотите свою душу у него забрать из ада и к Богу в рай, да, он будет накидываться, он будет вам страх внушать, неуверие. Но запомните, как только вы заходите покаяться и к Богу обратиться, ваши все мысли сначала Бог прочитает, потом только дьявол. И сразу же Господь вам столько ангелов поставит, что с вас даже волос в головы не упадет. Даже если к вам сам дьявол явится, но он вам ничего не сможет сделать. Поэтому вымаливайте, кайтесь, молитесь. И то, что когда вы будете там младенцев вымаливать, на вас будут нападки страшные идти. И бесы прыгать будут, и пугать. Вы не останавливаясь. Читайте. Отче наш, Царю Небесному, Иисусову молитву, милосердие отверстие нам Богородица. Вот это все читайте, без остановки. И самое главное, поклоны перед Богом, перед Его иконами. Делайте земные, вставайте на колени, и всегда Богу молитесь на коленях, как Серафим Старовский, потому что грехов у вас очень много. Никогда не стоите стоя, прям на коленях становитесь перед Богом и кланитесь, потому что всю жизнь вы кланялись к дьяволу, когда ему служили в грехах. Когда были рабом грехов своих, вы служили дьяволу, и перед ним на коленях стояли. А теперь перед Богом встаньте на коленях, иначе вы можете не успеть, в ад уйдете. Но запомните, Бог очень добрый, Он прощает все, и нет ничего, чтобы Он не простил. Единственное, на чем Он не может простить, это, наверное, то, что если вы Антихриста примете, и примете его начертание, печать сатаны. Поэтому Он, конечно, может это не простить, а все остальное Он простит. Поэтому молитесь, и дай Бог вам сил вернуть свои души из ада. И знаете, очень много людей, которые вернули души из ада, свои, те, которые продавали по договору, те, которые колдовали, очень много. И Бог таких людей еще врать, забирать и много чудоет. Аминь.